ВЕСТИ КАМАЗ Это их совету только 30, а сами они намного старше. Еще один солидный юбилей отметили на КАМАЗе. До нового года осталось чуть больше недели. Кругом кипит работа, все стараются завершить дела, поэтому для поздравлений и звона бокалов пока еще рановато. Впрочем, 20 числа декабря – самое время подвести итоги года, пусть и предварительные. Традиционно в ВЕСТИ КАМАЗа предоставляют слово генеральному директору автогиганта. Этот год не исключение. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью Сергея Кагогина в нашей программе. Сергей Анатольевич, спасибо, что встретились с нами. Я понимаю, это самый суетливый конец года время. И тем не менее, несколько вопросов. Один из них, самый главный, наверное, – итоги 2018 года. Что же сегодня вы можете нам сказать? Чем заканчивается для КАМАЗа 2018 год? Основным событием этого года было – это автомобили пятого поколения К5, о котором мы говорим. Это вопрос номер один для нас. Как мы с этим поступим? Что из этого получится? Правильны были ли наши расчеты? Пока мы видим, что автомобили проходят испытания. Фактически мы готовы к производству этих автомобилей. Чуть сложнее с поставщиками, но тоже успевают все подтянуться. И я уверен, что в следующем году мы сумеем выпустить первую партию автомобилей и стартовать во втором полугодии с продажами, предложив нашим потребителям уже самую современную технику, та, которая будет обеспечивать наше будущее на ближайшие 15 лет. Настолько быстро сейчас все в мире меняется. Я говорю 15 лет, надеясь на то, что мир будет изменяться хотя бы теми темпами, что это происходит сегодня, и не ускорится еще. В любом случае, заложив такую основу, как новый двигатель, новый автомобиль, вот этот прекрасный завод, где мы с вами находимся, вот это все обеспечивает те мечты, мысли, наши заделы, которые КАМАЗ много лет вынашил, готовился. И вот мы встали на порог их полноценной реализации. Сегодня такая под конец года сложилась несколько нервозная, что ли, ситуация. Очень много вопросов, очень много волнений у персонала компании. Какие все-таки планы у нас, у КАМАЗа на следующий год? Какие события нас ждут? Что вы уже сегодня видите в этом направлении? Мы не ждем роста рынка относительно этого года. Спрос отложенный был удовлетворен. Есть определенные неуверенности в завтрашнем дне у наших клиентов. Они стараются отложить покупку на более поздний период. Но бесконечно это не продолжается. Я начал заниматься работой с корпоративными клиентами. У себя блокноте веду определенный список по перспективным проектам, которые нужно отрабатывать нашим специалистам. В частности, две крупнейшие в стране компании оператора по утилизации мусора. Проговорили, разобрались, какая техника им нужна. Сейчас мы отрабатываем с тем, чтобы они могли выйти на закупку на следующем году довольно серьезных партий автомобилей. Просто не все мусоровозы сегодня мы имеем в наличии. Нужно будет поработать с перепривязкой каких-то других установок, предложить другие шасси. Это половина. Половина то, что у нас сегодня уже есть. То есть люди готовы покупать. Интересная была встреча с Почтой России. Огромный парк. Их уже не интересует наша старая техника, потому что у них большие пробеги, большие плечи. Им важен ресурс и надежность. То же самое. Мы предложили ту технику из четвертого поколения, К4, которая сегодня эксплуатирует другие автомобили. Хина, еще что-то. Они отзываются с пониманием. У нас заканчиваются в этом году контракты на Роснефть и Газпром. То есть в следующем году нужно будет выходить на перезаключение очередных длительных соглашений. До этого мы работали три года по соглашениям. Это партия машин, которая превышает 2000 единиц за 2-3 года. Это очень неплохие направления. Я смотрю, как это все происходит, включая экспорт. Появляется уверенность, что на следующий год мы сможем сформировать уже сегодня потенциально тот портфель заказов, который нам необходим. Сергей Анатольевич, теперь от проблемы идем к более приятным событиям. Вот было 13 декабря. КамАЗ отметил 49 лет. А следующий год, точнее уже наступивший для нас юбилейный. Что в итоге произойдет на КамАЗе в городе Набережные Челны? Как мы, как компания, будем встречать, содействовать встрече и праздновать с остальным городом, республикой, даже страной этот наш юбилей? Идеи, которые родились у нас на КамАЗе, в частности, я был их проводником, что нам нужно получить толчок в развитии социальной среды нашего города. Потому что очень большое желание превратить город Набережные Челны из города для работы в город для жизни. Это крайне важно. Но социальная среда города недофинансирована. И по нашей инициативе Рустам Нургалевич Мениханов и Сергей Викторович Чемизов обратились с просьбой президента нашей страны о развитии города в преддверии 50-летия КамАЗа. Это не будет сделано все к 50-летию. Это дорога, которая займет ближайшие пять лет. Наша цель была увеличить капиталовложение в развитие социальной сферы нашего города. Президент подписал письмо и поддержал это начинание. Мы начали отрабатывать с федеральным правительством, федеральными министерствами. Нашли живой отклик в этом вопросе у республики. Надеюсь, что и наш мэр радуется, что у него появится возможность очень серьезно изменить структуру нашего города. Там такая толстая пачка план мероприятий был подготовлен. Очевидно, что весь он поддержан быть не может, потому что в республике России ни один город Набережной Челны достаточно много. Но я для себя поставил галочку, что наиболее желательно, это цифры удвоения капположений в развитии города. Это и строительство жилья, это и строительство социальной сферы. Возьмем, например, то, что остро не хватает спортивных сооружений. Нужно, нужно. И построив один спортивный зал или один лед дополнительный, мы же не изменим ситуацию в городе. Правильно? То есть это нужно 4-5 крытых рядовых площадок, несколько спортивных арен. Когда мы опрашивали и беседовали с мэрией, а что еще наиболее важно? Был упор сделан на медицину. Там отрабатывается тема строительства онкологического центра, реконструкция институционной больницы. Я считаю, что в нашем городе с полумиллионным населением обязательно должны быть полноценные театры, русские и татарские. То же самое. Мы вышли с этим предложением, чтобы это было в программу развития включено. Полная версия этой беседы будет совсем скоро опубликована на нашем портале вестикамаза.ру. Следите за обновлениями. Презентации директоров камазовских заводов по итогам года оказались объемными. И это неудивительно. В рамках развития производственной системы за год было проделано много работы. О какой именно руководители отчитались на конференции «ПСК плюс. Итоги развития 2018». В первых рядах слушателей, конечно же, глава КАМАЗа Сергей Кагогин. Перед конференцией он лично обошел заводы, чтобы увидеть, как на практике сокращали потери, а затем дополнил увиденное. Руководители заводов традиционно представили итоги по направлениям. Безопасность, качество, исполнение заказа, затраты и корпоративная культура. Всего в 2018 году было организовано 387 эталонных участков. Созданы 1072 эргономичных рабочих места. Запущено 10 эталонных цехов. Сегодня объехав заводы, посмотрев эталонные цеха, участки, я понимаю, что каждый на рабочем месте знает, что нужно делать и понимает производственную систему. Знает терминологию, перечень необходимых шагов. Очень важно понимать, что каждый член коллектива, находящийся сегодня на рабочих местах, он озабочен изменением ситуации к лучшему. У каждого есть это стремление. Экономический эффект от внедренных на КАМАЗе Кайдзен проектов составил 1 миллиард 282 миллиона рублей. Достигнут хороший результат по вопросу снижения аварийных простоев, лимитирующего технологического оборудования. Мы с вами сделали очень серьезные шаги в части оптимизации площадей. То есть ни один квадратный метр площадь не пропал даром. То есть мы привели огромное количество поставщиков других бизнесов. И наш индустриальный паркмастер из структуры, которая занималась, скажем так, утилизацией в цивилизованном виде наших избыточных площадей, превратился в устойчивый, серьезный бизнес, на котором развивается уже сегодня не только малый и средний бизнес. Там развились и создались серьезные промышленные предприятия. Уходящий год знаменателен также тем, что КАМАЗ перешел на серийный выпуск электробусов. А задача следующего – запустить новый флагман 54901. Мы возобновляли свои компетенции в части разработки как автомобилей, так и узлов и агрегатов. Надо сказать сегодня, что двигатель, который мы спроектировали, он получился. Вот те характеристики, что сегодня и опытная эксплуатация, и стендовые испытания подтвердили, что двигатель соответствует тому, что есть в мире. Может даже по характеристикам многие компании сегодня от нас отстают. В этом году КАМАЗ выпустил 36 530 автомобилей. Впечатляет сумма реализации продукции диверсификации – 7 миллиардов 50 миллионов рублей. Сергей Кагогин предложил, чтобы и поставщики компании готовили не менее яркие итоговые видеоотчеты, поскольку такой подход позволяет в полной мере оценить общий вклад в развитие производственной системы. Тагир Закиров, Ксения Чернильцева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Гости из Китая вкусили на КАМАЗе яркие краски национального колорита. Успели и чак-чак отведать, и красоту татарского танца оценить. Вот так празднично автогигант вместе с дальневосточными партнерами запустил новую производственную линию совместного предприятия «Идун Клач Рус». Современное оборудование и перспективы оценила и наша съемочная группа. На компактной линии будут производить сцепление для грузовых автомобилей. Расположилась она на площадях Камского индустриального парка «Мастер». Я понимаю, что перед нами стоит ответственная задача соответствовать рынку, который более требовательный сейчас стал, соответствовать менеджменту качества ПАО «КАМАЗ». Ну и той философии, которая заложена в китайской компании «Идун Клач». Новая линия – пример применения передовых технологий в производстве сцеплений. Соответствую международному уровню, она полностью удовлетворяет требованиям КАМАЗа к продукции и дает дополнительные преимущества камским грузовикам. Для нас очень важен приход китайского бизнеса в производстве автокомпонентов на территорию Российской Федерации. Мы давно убедились в качестве китайской продукции, в инновационных решениях. Мы уверены, что вы надежные партнеры. И КАМАЗ имеет честь предложить вам сотрудничество не только для нашей компании, но и расширять ваше влияние на территорию всей России. Благодаря общим усилиям мы своевременно завершили отладку линии. Она имеет высокую степень автоматизации, обладает возможностью отслеживания данных. Здесь широко применены принципы нулевой ошибки. КАМАЗ станет основным потребителем продукции совместного предприятия «Идунклачрус». Производственная мощность линии позволит изготавливать от 60 до 100 тысяч сцеплений в год. Маргарита Кузьмина, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Юбилей актива первостроителей. В этом году минуло 30 лет со дня создания ветеранского движения на КАМАЗе. В банкет Холли Эра эту значимую дату отметили тепло и по-семейному. За праздничными столами собрались КАМАЗовцы, стоявшие у истоков создания автогиганта, чтобы в очередной раз вспомнить, с чего все начиналось. На юбилей заглянули и наши корреспонденты. Текущий год был богат на круглые даты. 30 лет отметила команда КАМАЗ-мастер, 45 – заводская газета Вести КАМАЗа. Кроме того, 30 лет прошло со дня выпуска миллионного грузовика. И теперь на юбилей создания ветеранского движения его участники мечтают о грядущем полувековом празднике. Самое главное сейчас нам жить до 50-летия КАМАЗа – это самая главная цель, чтобы мы могли отметить это событие, ради чего, в общем-то, мы и жили здесь. Никогда не думали, что мы тоже станем ветеранами. Из комсомольцев, которые приехали строить КАМАЗ, и всю жизнь проработали на автомобильном заводе, в МТЦ. У нас Совет ветеранов, наверное, один из лучших на КАМАЗе. Работает стабильно, активно. Вот 3500 ветеранов у нас на учете стоит. Никого не забывают, всех обычно поздравляют. Не забыли никого и в этот раз ветеранам автогиганта передали поздравления от Госсовета Республики, исполкома города и, конечно, руководство КАМАЗа, вручив памятные письма благодарности и подарки. Это вы закладывали те первые камни, которые позволили сегодня состояться КАМАЗу. Той компанией, которая сегодня последняя российская компания, которая производит грузовые автомобили, грузоподъемностью более 4100. Сейчас в рядах актива ветеранского движения 70 человек, которые спустя долгие годы превратились в одну дружную семью КАМАЗовцев-первопроходцев, хранящих память о том, с чего начинался КАМАЗ. Виктория Евсеева, Радзи Ганеев, Вести КАМАЗа. Все, теперь включаем предновогоднее настроение. Совершенно точно обещаем завершить этот год вкусно и весело. А вот что будем дегустировать и кто будет всех нас поздравлять, расскажем 28 декабря в 19.15 на РЕН-ТВ набережной Челны. И не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости автогиганта и города там обновляются ежедневно, без выходных. На этом нам Павлу Михно и Ксении Чернильцевой остается только попрощаться. Всего доброго. До свидания.